Тем временем в некоторых парках города уже стартовали праздничные программы. Подготовка к декабрьским событиям началась еще в сентябре. Праздничная программа в нашем следующем сюжете. Этот незаметный на первый взгляд эскиз до 20 декабря превратится в ледяное, светящееся чудо. К этой дате в парке имени Жанаева вырастет настоящий ледовый мультипарк из фигур персонажей современных мультфильмов. Хотелось бы, чтобы их никто не ломал. Это в первую очередь. Ну и для города все равно, думаю, для елки, для Нового года это будет красиво. Подсветка, лед, это же все к Новому году как приятно. Новые горки, подсветка общей сложностью в 500 метров, утепленные туалеты для посетителей. В парках имени Орешкова и Юбилейной работают катки и прокат коньков. Парк мы, естественно, назовем всех горожан, которые поживают в Лан-Удэ, вообще в республике, прийти, погулять, насладиться нашими фигурами, посмотреть на красоту, которую мы в этом году подготовили от самого маленького возраста и до самого-самого старшего. В день открытия зимнего сезона гостей радовали концертной программой. Раздавали чай и конфеты, но замерзнуть было сложно. Зрителей ждало настоящее огненное шоу. Раньше парк вообще пустой был, а сейчас дети будут. Горки катаются у нас, ребятишки там. Ну, как бы ничего не было. А сейчас людям есть куда сходить, куда отдохнуть. Теперь в парках Орешково, Жанаево и Юбилейный ждут на новогодние елки 20, 25 и 26 декабря. А с 3 по 7 января каждый день с 15 до 16.00 будут проходить игровые программы. Актуальную информацию по мероприятиям можно узнавать в группе ВКонтакте и на сайте парки03.ру. Мария Кравцова, Батогармын. Новости дня.